яблочко игрушки принес вам цветы батька гусля отец denis под горяченькую 23 23 юбилейный друзья 23 юбилейный выпуск с рад их новостей это мой мой стакан спасибо сегодня у нас не только я в кадре еще куча прекрасных друзей звук журчащей воды перед просмотром сходите в туалет освободите свои пузыри как это сделали мы сегодня у нас нам поможет руководитель отдела рекламы ойлера стас и и какой-то прохожий по имени кирилл опрятный прохождение с красивой бородой приехал из-за города дальний путь ну что начнем начнем сегодня будет еще куча всяких разных рубри и конкурсы хуен курсы и все что вы любите погнали ешьте богатых в тик ток новый тренд блогеры предлагают отписываться от знаменитости подожди это помню было и то по хуй да нет заставим их поучаствовать себя простыми людьми предлагают инициаторы короче сейчас начинается вот эта тема отрицалого после reddit вот этих всех вещей когда там ребята чуть-чуть наибали рынок фондовый вот теперь еще и тик тока это коснется наконец-то я ничего не понимаю короче наш канал не успевно брать аудиторию начнет ее терять почему так уже сейчас тренд на отписку ребята поэтому мы тут все собрались поэтому помочь да 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 закрыть поскорее закончили все это дерьмо мистика учене з'ясовали что атлантичный океан не з'ясовным чином сбить сбить 6 в размерах з'ясували что не з'ясованным чином это непонятная хуйня но но понятно дайте еще 20 миллионов долларов даже те же с вамбата перекинулись мысом изучили что с вамбатом новость блокировал фейсбук в рекламный кабинет знаете на ком основании не подтвержденные исследования мне нужны доказательства так и деться про підвищенные рівня воды потепління зовсім інша тема ученых заставить глухий кут той факт что атлантичный океан зростая вшир а тихий океан при цьому взвуживается врук географии какой-то да типа так значит смотри есть две емкости а тут меньше стало лишь до подожди вас есть одна версия на и простейше на и простейше припущение про про я блять хуяра хуяра то не маный дэвона денис поубаве обороты потяку что-то меня уже заметил что мы здесь вот короче написал что типа как происходит какая-то хуйня они трутся но это здесь не причем но не факт но происходит это потому что мы не понимаем а предложение начинается с того что это самое простое объяснение понятным языком в сызрани семья 35 лет ходит в туалет на балкон на верхнем этаже пришла утепель и произошло это а это это тектонические плиты говна блять спускаются с пятого этажа вниз блять пострадавшие жильцы боятся распространения кишечных инфекций то есть говно пока что замерзла из санина вот висит сосулями типу вот ну единственно что детей попросили конечно с ними не облизывать отломали сосулю сосулю пососу коричневая сосуля жители квартиры устроили туалет на балконе пятого этажа и заливают фекалиями соседей блять то есть поняли просто срут на балкон блять класс то есть они не тоже сделали там туалет а просто срут туда как голуби об этом рассказали пострадавшие жильцы дома номер 47 это важно на проспекте 50 лет октября ух там весной блять будет хорошо а летом к летом там не первые годы не борются с этой проблемой рвы год то есть люди там методично срут на балкон блять как это так и море как там аренда жилья да им скажешь ведро поменять что в чем дело ладно не первые годы не борются с этой проблемой но потеки фекалий продолжают стекать по балконам нижних этажей и замерзаются сульками на фасаде граждане граждане страдают от антисанитарии а фотки ебать как можно 35 лет страдать такого говна на прямом смысле я не делаю попросить их не срать заткнуть жопу нет а вы могли бы не строить на букву а вам мешает нам воняет как можно было 35 лет не убить на балконе у тебя не первый год неадекватные личности выливают фекалии из ведра в окна или с балкона сделайте погромче оденьте наушники с потеплением талая вонючая вода коричневого цвета стекает на нижние этажи и оскверняют балконы соседей турции мужчина я слушаю так проще как бы даду волчим не пожалуйста пожалуйста смотри это интернет класс тут пальцами так шевелишь вверх-вниз в турции мужчина купил слюну больного ковид-19 и подливал ее начальнику в чай класс я не буду стас твою подставу раскусили схема продавал слюну да то есть если этот покупал слюну на себе-то на рынке уже было дожди может она бы иммунитете заботился знаешь как по чуть-чуть может это наоборот инъекция вакцинат спасения да спутник 5 в садиках компот ссали а что это за чувак в садике кто ссал в компот дежурный что за садик это в херсоне или где-то в ужгороде где-то жил однако ела рива однако начальник так и не выпил чай со слюной поэтому не заразился просто ему дает давай так если вот и работа в автосалоне решил убить своего начальника как бы ты поступил так хорошо я бы сказал ну загляни он под это сюда течет он бы заглянул и дарил был предъявил да слушай посмотри тут вот потрогай подшипничек я щас заведу чтобы она мотала да открой рот закрой глаза как обычно начальники такое любят так просто в лоб да и в такой причудливой позе его нашли просто даже а чё там поет или что удивился да петь он любил да кадык вырвал я там все узнали кто это вот ставили гардона да вырвали кадыками погнали в сша к диджей на вечеринку пришел медведь что за узлов он играл интересно да и ну видишь как не пускают людей наверное крелтору из северной каролины джоди денис держись блять опять болеть крелтору из северной каролины джоди землю срочек а вы заценили что у него джоди и все подумали что тут же значит джи 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 одно и то же на домашнюю вечеринку пробрался незваный гость медведь животного привлекла музыка сообщает people у люди говорят свободное время флеминга увлекается диджей диджи инга джи мэн га и проводит стримы из дома на которые ставят музыку на один из них в дом крушение пробрался медведь диджейнгом. Да ты заебал, дай поспать. Со своим диджейнгом. Этот хип-хоп, хип-пиди-хоп твой диджейнг. Мне завтра с утра на смену ты, блядь, со своей... Ребят, животное прокралось с чёрного входа. В него. Сзади, да. Да, взял его в прямом эфире. Такая лапа просто сзади так. Обнял, да. Он т-т-т-т-т-т-т. Мне его так закрыло. На ухо ему такой, открой рот. А то медведь. А то я, медведь. Хипа, тебя пришёл. Проспал пандемию. 19-летний британец пришёл в себя после 11 месяцев комы и до сих пор не знает о COVID-19. Может, вообще ничего не знает теперь? Блин, я думаю, дохуя чего не знает. В коме парень сам дважды переболёл коронавирусом, но родные пока не знают, как рассказать ему о пандемии. Да, блядь, никак. Я думаю, вообще похую. Великобритании нашли... Пожди, а как они дважды переболел? В смысле? Они бы всё это время мерили, тестили его постоянно. Чай давай. Блин, дважды перебололелся, три книжки прочитал. Да, да. Что, двое-двух детей сделал. Дом построил. Да, и как ему об этом сказать? Непонятно. Чувак. Снялся в нескольких стримах на Порнхабе. Ему всё это говорят, а вот про коронавирус не знают, как объяснить. Сыграл нотого и получил Оскар. Да, да. Не, знаешь, эту красную малину за самую хуёвую роль он плохо очень сыграл кому. Оскар together. Хоть отмерзительную кому сыграл. майже я китить к 63 килограммы как они это сделали что она именно вот в двух местах сконцентрировано но я должен сказать он ну да он по работе не ну честно да не потому что навесила 400 она клиентка так он и трахал пока на него шевелиться просто не мог с ней слезть из-под нее вылезть да и вообще коп делал сюда смотрите это она в египте отдыхала ничего не знаю как получается что вот она именно в одном месте в каком месте чего все у меня в тайне динаму блин у тебя же нет компьютера компьютера ну мы покажем фотокарточки да тут мы нашли мы нашли спильную мову и одразу с момента знакомства спочатку трохи сумевалася она сумевалась он не сумевался у меня были стосунки колы хлопцы казалось мне еще кинуть меня якшо я не спробую скудно ты не цеплено на мою впевненность соби я намагалась сходу ты але потом зрозумела что як бы это сделала то больше не любила себя и менять себя заради чего чужого сприяття красы неправильно в принципе здравые мысли вот единственное что по мере давления подруга секса пильно испанского полицейского звильны ли я не умру мне просто уже 20 чашек выпил я когда-то ты умрешь то нормально все бы скоро уже знают сюда дорогу секса пильно испанского полицейского звильны ли завидовать для соцмереж подчас работы показывает ну тут поинтереснее сказать испанского полицейского вот такие я боюсь смотреть хоба в конце видео писюн достает да да так бывает сейчас там и кошечка и петушок на нему видно як модель тривая боевый пистолет и смеяться колы мчить на выклик что-то за граба походе пистолет не дал пистолет лет конца видео ним пистолет у всех смотрящих да процент пишет дейлистар жинка раньше позывала на пив голую для человечек журналов першнишь пошла працювати в правоохоронный орган сюжета не та которая меня там задержала преступниками не они словаки хотя мало приехать там по его слезу а ее повысили ну знаешь я не таки вот из вас бы получился неплохой полицейский задели ко мне поговорим между прочим она мать попрошу проявить уважение любить вонам увагу воно брала участь у испанском ушел побачень адам и его до участники мают раздвигаться до гола сушеном уже чтобы не можем отчего туда все еду смотри там же тепло двое альпинисты взбрехал и про то что подкрыли эверест не кажется не все пизда 3 альпинисты седьмой теперь им забронил и подниматься на будь-яки вершины в непале то ебать я я первый я первый выше ну хорошо я тогда я поднялся блин на какой его другу я там оцепление какое-то дай какой-то чувак туда аниму а мне кажется ты пизду пошел на это что-то это избил дун ебак двое альпинисты в индии сбрехали про то что петрули найвищу гору в свете а кому сбрехали матерей 2016-го роте не пойдете больше никуда ребят свежак за крыма вон изрубила фейковые фото с вершины в индии там же компом нет такой знаешь типа какой-то из холодильника себе чуть-чуть и не знаешь на лицо я пойму остаться я тоже уже больше не пью бы потому что чай очканули пришел кирилл как веби кофе не не я чайок чайок тепер влада непалу на шесть років забронила им та керівнику команды подниматься на будь-яки вершине подожди стоп 6 лет никакой стоп запретили им пиздеть так смотри у них был еще коревные команды такой просто ли пиздун давайте деньги поделим так ребят я собираю группу эверест оно вам надо подписывайтесь на мой онлайн гос я скажу что мы сходим умный в гору не пойдет вот вам грамоты что вы сходили туда мне надо две ваших фотки только изобразите что там холодно блогерша из петербурга в прорыве эмоций расчленила питомца 21-летняя блогерша санкт-петербург расчленила хомяка и разместила фотографии тела питомца в своем телеграм-канале столкнувшись с критикой после обнародования снимка в мертвого хомяка девушка опубликовала пост в котором объяснила произошедшее животное блогерша написал что грызун сильно болел из-за этого она рыдала ночами а также сообщила что убила хомяка в порыве эмоций а это было как аффект благородная как то какой-то эмоции эвтаназия эвтаназия но так как у нее не было под рукой никаких препаратов и она решила просто разрезать блять с каким-то канцелярскими дровой закуярить порыве веселья морковка лечить его микроволновкой кроме того а потом в кипящую воду и на подождите подождите ребят кроме того девушка рассказала что дважды проходила лечение психиатрической клинике это ж сыроедение так новости из мира науки ребята наконец-то фух ну что-то серьезно трое подростка вызвали к британии начало как бы антинаучная уже до дэниэл али у макс британ них уясе как он появился он же со времен это подкаста са луис появляется исчезает исчезает появляться фамилии сейчас имена и фамилии подростков из великобритании британцы сэр дэниэл али муаз на вас и чирак шах вот они из конца кровные джорджерские терьеры изобрели презервативы которые меняют цвет они поменяли цвет в процессе изготовления просто как нам расизма избежать в этой новости а ладно если у человека обнаружена инфекция если есть инфекция меняет цвет зелененький да дает краску радуги например передаются есть дальтоники понимаешь надо делать звуковые сигналы на хламидию на хламидию я бы знаешь кого а я не хуярился же так 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 не я бы этот кирлес выспер заставил на герпес на папиллому на хламидию я бы тащи из май черепа и вот это кто это что за губок бэк 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 фекалис вульгарис в США продают защитные маски с запахом вагины это просто отсыревшие которые долго носят просто замызганная такая маска она белая когда-то было а запах вагины скорее всего да метра на три заброшенной 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 карманной вагины это ж вагин да вагин но по украински метро вагин подождите такой фетиш маленький секрет под носом пандемия коронавируса спровоцировала появление нового фетиша защитных масок с интимными запахами раньше надо было красть трусы или сторожить стул ребята но все это время прошло самый популярный запахом вагины но доступны также ароматы ануса слава богу просто можно жопу вытереть маской не надо сама мать природа под рукой ребят груди ног и мочи пес пес маска отлично это дом 47 они там просто это же нелегальная фабрика производства масок вот это все изране просто об сосулю помазал и все запахи вся палитра блять это ж комбо понял девушка по имени кэт рассказала издание что продает там маски уже год интересно все запахи ей принадлежат вульвариджинал вульвариджинал выдуманы не не просто из интереса я помогал им сырье собирать а я предлагаю на масках еще и нарисовать понял чем они пахнут но мне кажется это будет классно типа это будет честно с жопой на морде и она так расширяется и сужается когда дышит там знаешь кому-то наклонился на ушко шепнули а он такой пора бы маску блять поменять уже я не знаю что ты с ней делаешь но мне кажется коронавирус это не то чего тебе стоит бояться сратый магазин ребят сратый магазин сратой магазин а что у нас новая рубрика ребята сратой магазин под столом ребят это вот эта хуйня класс вот сейчас снимем рекламу этой хуйни чтобы было лучше видно мы можем вот так вот так стас это не то что ты подумал скажи честно что ты подумал я специально не думал а значит вашей версии что это такое а если я знаю мне можно да мне днем сказать да я тоже человек википедии знаю вот так вот да будоразить мысли смотря что чухать цена зависит именно от этого иди чухай нам всем для под стол мы можем вот считаем в каменное лицо тогда ты та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та костяк каменное лицо каменное лицо ну что класс класс так значит это многофункциональная это многофункциональная хуйня я предлагаю стартовать торги с одной гривны вот победит ну конечно же наивысшая цена победит кто-то из нас давайте правда нет 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 это очень если кому-то интересно можем тоже добавить запах чего-то я могу в жопу засунуть в член засунешь смотрите здесь как минимум и замок в туфлю положить denis есть к эта дырка ухо открывай дырку посмотрите она уже пахнет головой стаса это уже гривен 7 ну реально гривен 70 дамы и по трем обо все засунем везде где только можно это же можно использовать как миксер миксер сбивать взбивать буковать с толку людей просто можно это сделать сбивать букаки очень удобно смотри сбивать букаки смекарно букаки вот хомяка удобно взбивать этой штукой что еще блин я уже я хочу попробовать просто но учитывая а надо когда другой а у тебя вши есть класс зеленая моя теория кстати что лучше всякое дерьмо от кентов подцепить чем от левых людей чем в подворотне до чикатило до вчера был кстати ребят значит смотрите что-то полезно день расстрела чикатило давай это самое скрестим шпаги как говорится теперь ты еще об голову и по три ну да тут 12 а потом на жопе перейдем уж если наоборот то как бы ну херово после жопы головы а можно там она позволяет одновременно делать жопа голова смотри можно дома очень классно это может быть игрушка для двоих да кстати вот так сразу и запах блять ух ты класс и либо это приход уже от этой херни это чай короче значит давай давай формат обсудим ребята торгуемся в комментариях победит конечно же наивысшая цена вот то есть задача просто написать сколько вы готовы отдать за эту хуйню или срады самоками запахи которые вы бы хотели вместе с ней получить желательно только небольшой объем потому что ну на всех них ну да да на основе или человек 200 запахи отдельно иду я не уверен что в коробочке в ванночке в ванночке в коробочке москве там да все поделаем да и все а таудов ухо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хоук а ау-хо-хо-хо Laborah не задел хорошо что мозга нет обратно в Киеве пара закоханих прикувала одне одного ланцюгом з яким спробую прожити три месяца 4 фото это вообще не обязательно мне кажется это вообще дорога в чем вот прикол ну нахуя лучше бы купили вот такую штучку и все и все вопросы бы решали так, день святого Валентина, 14 лютого кстати, всех с праздником пара закоханих Олександр и Виктория вирішили переверити свои почуття и прикували до своих рук ланцюг з яким пробовали прожити декольки месяцев процесс зафиксували представники книги рекордов Украины то есть самый знаменитый это там где вот этот самый вкусный борщ там еще что-то блять заходил вчера ну что короче приковались и все приварили их там ну что давайте а кем он работает или она не работает а он проктолог например да вон проктолог или она у нее она дворник во дворе с утра а она шлюха парковщик парковщик и шлюха да они если честно они пара блин а она в стрип клубе работает так у него дневная смена нормально у него дневная у него ночная да да паркурщик а он паркурщик фитнес тренер гимнаст сноубордист массажист она парализованная 19 месяцев в колумбии 14-летняя девочка с мачете отбилась от трех грабителей нихуево это нормальная тема в колумбии видео видео это у нее в сторис это у нее рубрика в сторис в другую провинцию выгнала вообще мачете короче она вообще не растерялась ни секунды просто руку вниз мачете и понесла тупо хуя а у нее к ноге она привязана охренеть двое мужчин в мотоциклетных шлемах зашли в небольшой семейный магазин за ними шел третий который пытался закрыть двери изнутри третий реально доставка золова перегорела лампочка купить хотели в мотороллере да пизды получили в России появились синие собаки давно уже по-моему мне кажется они не исчезали фото удивительных животных облетели в соцсети ну выглядит забавно жители российского города Дзержинск постят в соцсети фотографии синих собак удивительные собаки живут рядом с местным заводом завод синький наверное что там завод это смешно так завод признали банкротом закрыли еще в 2015 году на его территории осталось немного заброшенных зданий это начало фильма ужасом знаешь какой-то типа это не в Сызрани не где это какой город Дзержинск Дзержинск похоже просто на Сызрань по фоткам управляющий Дзержинского оргстекла Андрей Мыслывец предполагает что животные загрязнились в остатках химических веществ Нормально Что у тебя там срочное сообщение А я сейчас ищу продолжение крутишь так нервно Читаю книгу Это не помогает если хочешь 50 Попил чай Да Так Медный купорос Говорят Остались Вот такие вот Остатки Медного купороса Медный купорос Мне кажется Это какое-то Название Пидорасов Так называют Например Кажется Да Вывалились В нем Рассуждают Мужчины Вывалились Да В общем Синие собаки Вывалились Как-то Синие собаки Так они Какие-то Синие Зеленые Я бы не сказал Что они Прямо Синие От цвета Зависит Так все Да Там просто еще одна была Новость Про зеленых собак Ну тут на фотографии Есть зеленые Есть синие Не зеленые Это же мы решили Хорошо Синие Это медный купорос Зеленые Заметили зеленых собак Так зеленых Или синих Это еще одна новость Это хламидии Ааа Точно у них хламидии Бедные собаки Видишь там в России Кинулась Зеленые собаки Это Да Это все Про синие Это нет Про фиолетовые Что-то было Синего Не было Wind of change I follow The muskwa Down to Горький парк I listening To the wind Of change Так все Прекращайте Это дерьмо Все Ребят Не забываем Гривна 70 Гривна 70 Старт аукциона Победит тот Кто Наивысший Должен быть Deadline Тот кто Даст 1700 гривен Победит Да В принципе Все очень просто Да Да Если Короче Держимся Месяц Но Кто Хочет Выкупить Раньше Всех 500 гривен 500 гривен 500 Уходим До скорых встреч Продолжение следует... Редактор субтитров